Автоспорт Автоспорт популярен по всему миру. Он одновременно полный эмоций, переживаний и обеспечивает адреналин и драйв. На ваших экранах кадры республиканского турнира по автокроссу. Здесь спортсмены в различных классах машин соревнуются на пересеченной местности. Автокросс – это скоростные соревнования с одновременным стартом автомобилей, проводимые на закрытых для постороннего движения запкнутых трассах. Большая часть трассы представляет собой неровную поверхность с ямами, трамплинами, спусками и подъемами. Безусловно, зрелищно наблюдать за состязаниями по автокроссу. Но какая объемная работа предшествует до соревнований? Как автогойщики подготавливают свой автомобиль и в целом о закулисье автокросса? Расскажем прямо сейчас. Но сейчас, можно сказать, мы находимся в госпитале машин, где их ремонтируют. Вот после состязаний машины превращаются, уже становятся такими некоторые, потому что очень часто случаются столкновения. Каждый гонщик хочет выйти первым на финишную прямую, и потому машины сталкиваются и так повреждаются, да? Ну, дело в том, что там никто никого не жалеет. Вот меня тоже много лет я посвятил автомотоспорту, и вот как раз интересная такая тенденция получается. Гонщики, ну, как будто последний раз в жизни. Откуда вот эта адреналиновая зависимость людей гонит на необдуманные поступки. Дело в том, что как-то зарубежный спорт можно понять. Там колоссальные деньги они зарабатывают, а здесь любители ездят на своих машинах, ездят за свой бензин. И колотят свои машины, ну, почем зря. Понимаете, какая штука? Не, ну, как можно вот именно в борьбе за победу, да, вот так прям довести машину до такого состояния и при этом не бояться? Вы знаете, какая штука. С годами, с опытом, вот этот вот, как существует понятие, болевой порог, а здесь адреналиновый порог. Он увеличивается. Если в город и 60 километров в час ехать невозможно, это кажется, ну, как можно так медленно ехать? Не, ну, в целом же по городу нужно соблюдать скоростной режим. Нет, это понятно. Я говорю, поэтому, что человек приезжает, и он внутри невыносимо ехать с этой скоростью, когда ты привык. К 150, ну, точно так же здесь вот. Кстати, вот автокросс у нас, он самый, будем говорить, такой, ну, не то, что не травматический, а автотравматический. То есть мы ломаем машины. Во-первых, трасса, очень разбитая трасса. Подвеска несет колоссальнейшие нагрузки. Кузова ломаются, расходятся по швам. Мы их усиливаем. Вот дальше я вам покажу примерно, какие работы делаются из стандартных машин. То есть стандартную машину можно уничтожить за одну гонку. Да вы что? А вот эта машина, она подлежит ремонту? То есть она может еще раз принимать участие в соревнованиях? Конечно. У нас все машины практически уничтожаются и к следующим соревнованиям. Ну, естественно, при наличии соответствующих средств. Они восстанавливаются и снова... А так, где же их наберешь? Одна гонка уничтожила машину, вторая гонка... Их же надо... Не, ну как можно подготовить машину настолько профессионально? Вот эту машину, которая, в принципе, уже абсолютно разбита в соревнованиях, как можно ее подготовить к другим соревнованиям? Я просто поражаюсь. Ну, как можно? Молча. Надо брать... Вы знаете, существует такая поговорка, глаза боятся, а руки делают. Страшно. Ну, надо подойти и засучить рукава, и вперед. А вот давайте мы нашим телезрителям покажем, вот на самом деле, вот эти машины. Это считалось одной из самых лучших, да, машин в свое время? Ну, это, да, это машина, будем говорить так, ну, самая красивая была в Узбекистане, ну, вот, помогли, помогли наши джизакские спортсмены, помогли у нас в Пскенте, и вот она, значит, приобрела такой вид. Вот на самом деле, пилоты, они не жалеют, как бы, свой автомобиль, несясь к победе, они даже не боятся за себя, да, настолько это мужественный вид спорта. Вот во что превращается машина, и эта машина тоже подлежит ремонту? Она восстанавливается, да, она восстанавливается, эта машина. Здесь все в свое время будет восстановлено. А давайте мы нашим телезрителям покажем, вот сейчас, как идет подготовка к будущему республиканскому турниру, который состоится в Джизаке по автокроссу. Я отмечу, что турниры по автокроссу всегда проходят в зверищной борьбе, в нем принимают участие очень много гонщиков, а сколько примерно, и какие области они представляют? Все области Узбекистана приезжают, ну, как минимум, где-то 10-11 областей там присутствует. Самые у нас, как говорится, насыщенные автокроссовые команды, они в Джизаке, как-то уже географически сложилось, потому что там у них три клуба, или даже четыре сейчас есть только в Джизаке в самом. А теперь давайте нашим телезрителям покажем уже готовую к будущему турниру машину, какие они становятся после вот таких вот поломок, какие машины становятся. Идемте? Идемте. Я перед собой поставил задачу такую, поднять или организовать, как вам сказать, бюджетный класс. То есть вот у нас списанные машины есть с учебного процесса, они уже никому не нужны. Мне, как говорится, жалко вот их отправить в металлолом. И вот сейчас вот эти вот машины мы собираем для юношей, для наших вот в стандартном исполнении Жигули, чтобы это был самый бюджетный класс. Объем двигателя какой? Ну, объем двигателя у нас 1600, он максимальный. Кроссовые автомобили гонщики сами оборудуют дубами и каркасами безопасности. Заводской бензобак не используется в целях безопасности, а устанавливается самодельно. Можно сказать, сердце машины, а сколько лошадиных сил здесь? Это кухня, где готовятся лошадиные силы. Ну, здесь вот у этого мотора по примерно таких неофициальным подсчетам где-то около 180 лошадиных сил при объеме 1600 кубических сантиметров. Все меняется совершенно. Коленчатый вал растачивается, протачивается, поршнякованные стоят, коллекторы впускные, выпускные, все разное. Коробки специальные, подбираются ряды, соотношение пар, усиленные привода, гранаты и прочее. Ну, то есть от стандартной машины практически ничего не остается. Вообще ничего не остается от стандартной машины. А теперь давайте мы расскажем нашим телезрителям, насколько сильно, можно сказать, вообще отличается внутри машина спортивная от обычной. То есть спортивная машина оборудована вот таким каркасом и у нее вот такое анатомическое сидение. Это ковши и ремни бывают четырех-пятиточечные. То есть человек, как в самолете, пилот фактически, он застегивается вот по всем точкам и максимально он держится там. Как бы машина ни каталась, он всегда будет находиться вот в этом каркасе безопасности пристегнутый. Каркасы, они настолько безопасны, что когда машина, ну, в процессе столкновения может быть и может и перевернуться, то пилот остается невредимым. Вот такие вот пятиточечные ремни безопасности, они настолько защищают пилота, что он остается в полной безопасности. Вот, в принципе, вот так сконструирована спортивная машина. Вот эти каркасы, они прям повсюду, да, смотрите. Сейчас уже, посидев несколько за рулем именно спортивной машины, у меня желание возникло ее завести. Можно? Завести можно. Я буду аккуратно. Завести можно. Дело в том, что тронуться вам не позволит даже рост ваш. Почему? Вам до педалей не дотянетесь, если даже вы дотянетесь до газа, вы не дотянетесь до тормоза, что очень печально может закончиться. Для того, чтобы завести именно спортивную машину, в первую очередь поднимается тумблер. Поднимается чехол и тумблер под ним поднимается тоже. Ага. Это чтобы не было случайного включения. Вот зажигание включено, заработал насос, топливный насос. Ага. И вот красная кнопочка, вот засияла красная кнопочка, да, вот, да, ее можно нажать. Подержать надо. Конечно же, мне не доверили подвигаться, хотя у меня есть опыт вождения, но я сама чуть-чуть испугалась, потому что спортивные машины, они радикально отличаются от обычных, и стало страшно. Ногой так, раз, раз. Больше. Очень страшно, смотрите. Вот этот рев мотора, да, он прям будоражит и впечатляет. Это очень здорово. А, очень классно. Вау, все. Все. На тебе, все. А как? Тумблерочек вниз. Просто, просто сверху, сверху, нет. Мастерство не имеет границ. Только постоянные занятия и обязательно участие в соревнованиях ведут к совершенству. Отметим, что на сегодняшний день в автокроссе существует четыре класса машин, и один из них класс баги. Как раз идет сборка класса баги. Идет подготовка. Мотор в таком состоянии, вот, в состоянии сборки, даже ключ еще, видите, стоит, головка блока собирается. А сложно собирать машину? Нужно столько профессионализма, я не знаю, разбираться в таких деталях, тонкостях? Ничего сложного нет. Это буквально детский конструктор. Как детский конструктор? Это детский конструктор. Это как ребенок лего собирает, так и здесь же все собирается. Все здесь настолько, как говорится, настроено и, как сказать, уже подготовлено. Главное, чтобы был соответствующий инструмент и, ну и руки. Класс баги, она реконструируется, она только-только готовится к старту. А сейчас мы посмотрим на уже готовую машину. Этот автомобиль готов на 95%, потому что всегда найдется на последнюю ночь какая-то вот, какая-то деталь. Недоделанная. Недоделанная, отказы тоже. Ну, не всегда что-то досмотришь, где-то гаечку просто забыл закрутить. В общем... Готовая машина, она полностью уже закрыта, да, вот класс баги? Это вот тоже капот подымается, там также двигатель, как мы вот к той машине подходили. А это что такое? Это глушитель. Это глушитель. Система выпуска. Это система охлаждения, наверное, да? Это система охлаждения, да. Это вентиляторы, которые запускаются при старте. И они все, весь заезд, они дуют на мотор. Нам представилась возможность увидеть спортивную машину снизу, как она выглядит. Здесь тоже вот установлены вот такие каркасы безопасности. А для двигателя зачем они нужны? Это не каркас безопасности. То есть кузов здесь для кросса немножко слабый. И здесь ставится вот этот вот, как вам сказать, рамка. Вот эта рамка, на ней стоит целиком. Держится двигатель, коробка и подвеска. То есть она уже не на кузове висит. Нагрузка. Распределяется нагрузка на много точек. И вот это больше надежды, что вот эта машина доедет до финиша, не сломавшись пополам. Вот здесь вот с этой стороны вот видно, как кузов усиливается. Вот посмотрите, вот видите, вот полуторные пружины, полуторные пружины. Все это вот, передок весь в косынке зашивается. То есть все эти усиления делаются только ради того, чтобы эта машина доехала до финиша. Никогда не была под машиной, и вот появилась возможность вот это все увидеть. Она тоже будет обута в специальную резину. Но амортизаторы у нее останутся вот эти вот задние стандартные. Видимо, на эту гонку немножко не успеваем. А так она вся проварена, усилена. Эта машина выйдет первый раз на гонку. Ну, действительно, очень захватывает дух. Даже когда смотришь, когда наблюдаешь, как готовят автомобили к спортивным соревнованиям. Учитывает малейшую тонкость, потому что она полностью реконструирована. Управление автомобилем – это определенная координация движений. У гонщика она опережает сознание. Это должны быть автоматические реакции, которые нарабатываются множеством повторений, зависит от опыта. Гонщик достаточно много времени уделяет тренировкам, поэтому, когда он участвует в соревнованиях в режиме реального времени, какие-то вещи у него получаются автоматически. Прямо со мной находится Зайнулин Эдуард, который является чемпионом Узбекистана в классе А8. Пожалуйста, расскажите, как досталась вам победа тогда? Ну, как достается победа? Работаем постоянно над машиной, занимаемся постоянно и стараемся выигрывать. Это тоже не от нас зависит, это от техники, как техника. Если техника не подведет, значит мы доезжаем до финиша. А вы сейчас сколько лет занимаетесь этим видом спорта? Я занимаюсь с 11 лет, я занимался картингом, у меня стаж 29 лет в картинге и потом перешел в кузовный вид спорта. Я бы хотела отметить, что родители приводят детей в автоспорт, потому что это дело не только в престиже, потому что они нарабатывают такой опыт, который уже в будущем позволяет избегать этих аварийных ситуаций на дороге. Совершенно верно, совершенно верно. Они с детства уже ездят очень хорошо, даже лучше ездят, чем взрослые люди, потому что молодежь, она как губка впитывает все, что говоришь, они все делают и все повторяют, и с детишками очень приятно работают. Пожалуйста, расскажите о своем автомобиле, сколько вы уже с ним вместе, вы уже большие друзья, такие товарищи наверняка стали, да? Ну да, я с ней где-то годика 4 ее взял, она, честно, в таком брошенном состоянии была, потихонечку остановил, собрал и вот выезжаю. Классика, хочу раскачать этот вид спорта, классику поднять и в дальнейшем сделать юношеский вид спорта. Вот этот на «Жигулях», на «Копеечках», на «Пятерках» будут ездить от 17 и выше. Я всегда удивлялась тому, что машину абсолютно в заброшенном состоянии можно привести вот в такой идеальный вид, то есть к боевой готовности, которая будет готова уже к спортивным соревнованиям. То есть раньше она была абсолютно непригодна, но благодаря вот такому вниманию и любви к автоспорту, машина служит вам уже 4 года, да, смотрите, и даже помогает побеждать, потому что рядом со мной находится чемпион Узбекистана. Хоть он и стандартный класс, но все равно как-то стараешься делать, чтобы она быстро ездила, хорошо ездила, разгонялась хорошо и собираешь здесь все лучшее стараешься ставить. А, то есть вы, получается, ремонтируете, собираете машину сами? Все сами, да, полностью от и до делаем сами машину. Музыка. 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 Это настолько захватывает дух, я до сих пор в таком шоке. Как вам это удается все? Ну, это благодаря тренерам, во-первых. Большое спасибо тренерам. И, во-вторых, желание овладеть этим видом спорта вот до такого уровня. Ну, это настолько экстремально, не страшно? Нет, уже сколько лет уже не страшно. Первое время было очень страшно. Ну, как бы перебаривали свой страх. Ну, а сейчас уже... Это, получается, на поворотах вы максимально жмете газ, да? Ну, там, да, там работаешь с педалями, сцепление, газ. Нет-нет, может быть, тормоз. Ну, и вот так добиваемся этого. Как часто вы совершаете такие повороты? Ну, я уже повторяю. А как они называются? Это называется регулируемый занос водителем. Он тренируется для чего? Чтобы вот именно в соревнованиях... В соревнованиях правильно зайти в поворот, выйти из поворота. Это... Ну, дрифт. В основном дрифт. Это дрифтует сейчас уже молодежь, как бы, вот этот вид спорта дрифт. А это, по идее, так называется регулируемый занос водителем. Ты должен зайти в поворот и выйти максимально на большой скорости. То есть забросить машину в дрифт, зайти и в дрифте выйти из поворота. Ну, конечно, очень жаль, что вы мне не доверили попробовать поводить спортивную машину. Ну, мы, чтобы, как говорится, удовлетворить ваши, как говорится, адреналиновые запросы, мы вам доверим уже пенсионного в отрасли спортивный автомобиль, который мы перевели уже в штатный вариант. Так что, пожалуйста. Ой, спасибо большое. Автогонщик – это не сколько профессия, сколько признание. Пилот автомобиля ничего не получает, кроме уважения и восхищения людей, которые за него болеют. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!